снова здорово господа на связи роман и канал фрисан games мы продолжаем катать грязь на наших веселых колесиках в прошлой серии я закончил немножко на другом помнишь мы тащили прицеп с тобой на вездеходе для того чтобы загрузить дрова и построить мост прикол в том то что оказывается так делать нельзя то есть я могу выгрузиться с прицепа который мы тащим с собой на лебедки но загрузиться в него я оказывается не могу именно по этой причине мне пришлось отцепить fleet star сгонять за прицепом положить сюда доски и непосредственно вернуться и начать уже с моста дабы не тратить драгоценное время на ненужный нам с тобой и достаточно легкий опять же маршрут так мы мост построили почему бы и нет мы это с тобой сделали мы красавцы мы молодцы теперь мне надо убрать прицеп с дороги потому что я дальше потащу оборудование буровое так вот это я сюда вот это я вот так вот короче все отстань от меня отстань от меня ты мне мешаешь дальше мы с тобой смотрим куда мы едем у нас есть мост раз у нас здесь есть проезд у нас здесь есть все очень печально плохо нам надо вот где смирно у нас с тобой написано довести сюда металлические рейки и бетонные плиты так что-то мы сюда уже довозили подожди что мы сюда довозили я не помню по металлические рейки сюда так стой а мы же довозили что-то мы же тащили на джипе сюда а куда делась я и понял серьезно мы же металлические рейки привозили почему они пропали интересно интересно и очень странно они пропали есть у нас здесь позади есть впереди так давай мы с тобой не будем пока спешить оборудованием и трогать с тобой также не будем мы поедем с тобой на разведку то есть здесь 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 естественно да поставься ты пожалуйста метка ты что такая упертая то скотина тварь поехали я вспомнил что у нас по моему пропали металлические рейки был какой-то заглюк не знаю с чем это было связано но металлические рейки да уж пропали пропали вроде бы как не суть важно главное чтобы в том прицепе до которого мы сейчас пробуем с тобой добраться там были металлические рейки они бетонные плиты где бетонные стой 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 подожди а в этом же прицепе по моему и то и другое есть да и металлические рейки бетонные плиты так хорошо мне тогда сюда ехать не надо хотя не я в любом случае проеду а вдруг там тоже есть и бетонные плиты и металлические рейки но почему нет я ведь не могу через а нет могу могу посмотреть а мне это не подходит нет здесь только бетонные плиты тогда здесь 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 сюда сюда разок здесь по очень плохой дороге мы с тобой поедем и попробуем как-нибудь вытащить это будет тяжело это будет достаточно проблематично но мы с тобой должны попробовать и должны справиться непосредственно с этой задачей главное не перевернуть сам лет старт если мы с тобой перевернем прицеп то это не проблема у нас есть кран мы достанем как бы в рот компот но если мы перевернем флит старту это надо гнать вездеход это будет дольше но 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 это выполнимо в любом же случае опять же сервисный прицеп хорош есть это хорошо это хорошо я бы премонтировался но нам не то чтобы сильно надо ремонтироваться нам не то чтобы сильно надо ремонтироваться можем и так справиться колеса целая подвеска цел кстати я заметил интересную особенность что на полностью убитой подвески то есть на посаженной когда мы низкостелем проходимость у грузовиков становится лучше может быть это плацебо она же самовнушение какое-то возможно это личное какое-то мое мнение но она и так мое личное мнение но тем не менее мне показалось что именно так она и есть поэтому не знаю если ты вдруг с этим сталкивался то черкани в комментариях но мы разберемся так она на самом деле али нет али не так поехали дальше где нам здесь поворачивать куда нам здесь по ой здесь на правда я помню здесь хреново можно скауте по моему здесь проезжали пытались проезжать на скауте так мне сюда и теперь я сразу изучаем маршрут вот здесь мне придется ехать с прицепом на здесь хреново здесь грязь конечно на понижайке мы можем попробовать здесь с тобой прокатиться почему бы собственно говоря и нет но далеко не факт что это у нас получится хотя у нас есть еще лебедка но лебедки нет у нас вот здесь внизу а нет есть здесь есть столбы и и прочая дичь надо пробовать надо пробовать брат по-другому никак не попробуешь не узнаешь вот это я дерево зря наверное переехал очень зря я его переехал и сломал с другой стороны у там деревья столбы все хорошо поехали надо выполнять надо проходить мичиган вот а дальше не знаю будет прохождение или нет мне хочется в игра мне очень нравится но ты не смотришь и мне от этого становится обидно досадно очень даже потому что ты как бы тратишь на просмотр серии 50 минут час максимум а я на запись трачу два часа отвлекли меня немножечко извиняюсь жена позвонила сказала поешь твари не сиди голодный поешь есть у меня такое есть у меня такое могу спокойно не есть сутки не знаю опять же это зависит от того чем я занят если я чем-то увлечен я могу спокойно вообще не жрать пить до водичка чаек хоть что-нибудь чтобы просто сознание не потерять ладно давай мы забираем эту дичь так нет мой но не говори ну что сильно далеко но серьезно тут же ну два пикселя вот теперь это будет достаточно проблематично так я здесь еду прямо 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 сюда пожалуйста здесь но здесь опять же все время прям вроде кажется что нам ехать на самом деле это недалеко но дорога конечно оставляет желать лучшего хотя как ты говорил ты мой дорогой зритель что это еще только цветочки ягодки будут потом где-нибудь на таймыре ли на аляске поехали 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 пожалуйста поехали поехали а это куда направо это не туда направо нет это не туда направо это в порт дорога то есть по идее мы могли вообще буровое оборудование на самом деле провести по вот этой дороге но вспомним и на скауте ехали насколько она говена мы бы но раза три точно бы потеряли это буровое оборудование это если бы мы вообще приехали доехали но раза три мы бы потеряли его точно вот прям вангую тебе что такое где-то что-то застрял видимо прицеп сместился я проверять не буду не хочу страшно очень очень страшно что этому вижу какой-нибудь писос и начну волноваться нервничать а мне волноваться нервничать нельзя я сразу начинаем совершать ошибки поэтому надо на расслабоне на легонце на понижайке и с дифференциалом потому что мы заезжаем в болото но это не болото это больше речная переправа давай 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 в одну каску он тут проезжает но ему сейчас надо тащить за собой прицеп соответственно у него колеса по идее как в реальной жизни должны быть пробуксовывать соответственно зарываться но как мы видим ничего такого не происходит он достаточно таки неплохо пробираются тем более что мы делаем хитрость вправо-влево когда мы едем вправо-влево то ему на порядок проще а вот здесь уже у нас получается идет подъем в горку и резкий поворот направо блять это уже который раз у нас идет подъем в горку резкий поворот направо которая нас встречает с пиздец что такое нет 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 тихо спокойно 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 давай сюда лучше сделаем и вот так вот спокойненько заедем не дано нам тут переворачиваться вот прям вообще ни разу не хочется вот прям сразу нет очень длинный у нас с тобой прицеп это создаст нам трудности кое-какие особенно вот здесь при прохождении поворотов и различных змеек так здесь я пожалуй опять на понижайке с дифференциалом почешу себе что нибудь потому что чешется давай 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 братан давай я в тебя верю отлично идем хорошо едем хорошо едем так супер были ну как-то как-то все слишком просто не может быть чтобы у нас все получилось просто удачно еще из первого раза где-то должен быть подъебон какой-то ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну выезжай выезжай это все вот это уже дорога это все это должно быть должна быть прямая до моста засели а если вот так вот так нет так едем ну все здесь хорошая дорога эта грязь выглядит глубокой но по факту нет да не нормально брат слушай проезжаем хорошо прям вообще качественно только вот скоростей почему-то не хватает где вторая передача друг давай на вторую передачу о все попер там не должно быть уже таких резких мостов подъемов мне там будет еще один спуск по моему но нам кстати еще надо обратно вернуться забрать буровое оборудование для того чтобы в порт доставить еще неплохо было бы заправиться а она у нас даже там вездеход стоит да 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 там стоит вездеход а и здесь цистерна еще малая стоит вот она так что с топливом у нас с тобой проблем не должно возникнуть да вот и наш мост будущий госи палец заклинило прикинь так сильно на клавиатуру давлю что палец заклинило не сгибается обратно правда я не понимаю зачем я давлю потому что от этого грузовик быстрее не поедет есть речки построили смысле смысле нет я же привез еще металлические рейки и бетонные блоки на лунах это сколько это в несколько этапов получается мост надо строить офигеть вот это мост я думал это слетела нам не засчитывается это оказывается мост просто надо в несколько этапов по устроить или что дети же пассатижа нет а я я честно этого не ожидал так ночью утро вечер день блин поехали заправимся и поедем тогда на смитвилл скую дамбу а что делать нам без этого моста никак к сожалению нам по-любому его надо восстанавливать да да я же говорю где-то должен был подъебоден быть не может быть все так просто вот оно вот вот они тяжести и пошли блин ладно это в любом случае это не повод расстраиваться нет она конечно немножко не по плану хотелось сейчас привести и буровое оборудование уже наконец-то довести в порт да это не по плану но в этом нет ничего страшного мы с тобой не разломались мы с тобой не расхреначились не потеряли машину не потеряли груз мы его довезли просто оказывается что надо немножко есть чем вот и все так а что за поручением смысле начать заново а так это это смирно и есть так я хотел бы заправиться немножко заправить малая цистерна все досвидули досвидули вот вам сволочи оставлю вас без куска забора блин я это никак у меня в голове не уляжется что надо делать было несколько ходок по моему первое такое задание на восстановление моста где за один раз его нельзя восстановить ну ладно стопули поехали ну нам же сейчас по идее только по прямой по главной дороге то есть сюда сюда здесь 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 у нас никаких поворотов развилок нету здесь по асфальту по асфальту по асфальту все поехали сколько время прошло где у меня там 15 минут 15 минут у нас еще 35 ну максимум 40 минут поэтому должны успеть а я знаю что еще хотел посмотреть смитвиллская дамба так где мы можем мы отсюда выезжаем склад рейки а все здесь есть все отлично нам получается не так что и далеко ехать мы смитвиллскую дамбу с тобой сейчас переезжаем тут же на ближайшем складе грузимся а он там буквально вот за поворотом разворачиваемся едем обратно все восстанавливаем мост и отправляемся за буровым оборудованием то есть если все у нас пойдет с тобой прямо чики-пуки то сегодня мы с тобой доставим буровое оборудование все таки в порт мне в это хочется верить прямо дико хочется надеяться так подожди а куда это так нет это сюда вроде как дорога по карте казалось лучше ну ладно да вот этот мост который мы уже ремонтировали нам надо на него да не здесь вполне себе адекватная дорога да грязноватая до ухабистая но вполне себе нормально не страшно едем что-то я перенервничал рамуля не нервничай нельзя нервничать это все плохо позитивненько на веселой добренькой волне все классно это просто значение нервничать почему потому что камера другая и я боюсь что где-то что-то куда-то короче короче да еще плюс решил заметь за спиной интерьерчик обставить небольшой много чего поназаказывал много чего надо сделать это все быстро не получится было два варианта либо это делает все пошагово вот как сейчас по чуть-чуть внедрять либо это делать все за один раз но я решил пошагово чтобы не затаривать все а потом зайти в тупик потому что я никогда этого не делал соответственно если где-то пойдет что-то не так то я просто напросто сделаю какую-нибудь рокировочку что-нибудь отменю куда-нибудь туда-нибудь в общем будем посмотреть будем следить что из этого получится на столе было бы еще неплохо прибраться у меня тут такая змеиная свадьба ну просто писос так поехали смитвилдская дамба мичиган сэши а и ю эс эй хорошо хотел бы сгонять юэс эй так это я пропускаю конечно же поехали можно кстати даже не на полном приводе можно исключительно на заднем здесь асфальт хорошая дорога и мы пока пустые то есть формально мы тянем за собой пустой прицеп и у нас легкий кран все силенок у нас во флитстаре хватает ну да я так и думал я так и думал но почему-то не стало бежать этот камень ну и хрен бы с ним еще один смотри такой же прицеп стоит можно продать и заработать деньжищ так я гружусь бетонные блоки нет деревянные доски нет металлические рейки точно да а бетонные блоки тоже да да тоже да да или или нет 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 да где металлические рейки и бетонные блоки а почему пишет что ноль не понял ну так вот же они бетонные блоки я же загрузил по значкам то одинаково что значит нет то не понял не понял это какие то не те бетонные блоки или что алло блять бетонные блоки вот они выглядят как кирпич что не так то что не так то хера непонятно почему он пишет ноль из одного если у меня их два целых лежит почему ноль то бля это не те бетон так нет по значку это те бетонные блоки кирпичи да какие кирпичи могут быть при строительстве моста а странно может бетонные плиты а где их брать склад я заехал загрузил все что было да я не ебу что это что это что это что это почему мне это так не нравится а где то еще можно грузиться что здесь больше нет прицепов с загрузкой хотя не подожди почему нет вот здесь где то был еще один прицеп вот он он почему то перестал отображаться и здесь был прицеп с загрузкой тоже перестал отображаться значит это мне больше не надо что не так может после того как я выгружу металлические рейки у меня и бетонные блоки появятся странно очень странно у меня где то вот в душе подозрение такое внутри где то сидит что это какой то глюк непроходимый непреодолимый и что мы не сможем ничего сделать переустанавливать игру ну можно но на это время надо так то это не сложно ладно сейчас доедем посмотрим узнаем в любом случае пока что все это гадание на кофейной гуще тем более что даже нету кофе соответственно чтобы на этой гуще погадать тяжело тяжело ему но у нас опять же одни бетонные блоки лишние одни то можно выгрузить но я этого не буду делать ну вот мало ли представь будет какое нибудь задание где нам надо будет привести бетонные блоки а у меня хуякс они уже есть а клево ведь надеюсь что да едь пожалуйста ну здесь немножечко наклон мне не нравится прям даже я бы на понижайке еще поехал и как-нибудь здесь по краешку так ага вот так аккуратненько давай 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 вроде без понижайки неплохо идет в том плане что не застревает а вот здесь на ней здесь проедет просто мы здесь уже ехали но мы ехали на пустом прицепе аккуратно 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 что его понесло куда то фига прицеп проваливается так заправка направо не нам туда не надо нам бы налево хотелось еще немножко грязи и останется чисто по асфальту только доехать здесь в горку поднимаемся все дальше чисто асфальт блин как ему тяжело хотя по факту по факту если я ничего не путаю это самый сильный грузовик который у нас с тобой есть на данный момент тяжелый грузовик слабее ему прям вообще тяжело все это вывозить этому легче ну здесь двигатель топовый опять же стоит хотя у тяжелого грузовика подкапотное пространство больше то есть допустим если здесь двигатель на 8 литров то туда можно на все 12 мне кажется запихнуть там дури должно быть просто неимоверно более дизельный он же прет как не в себя там сколько и по по идее 12 литровый движок это лошадей наверное 600 600 лошадей на дизеле на тяговом это наверное тысячи две ньютонов крутящего момента пиздец я даже не представляю сколько это подъезжаем сюда управление грузом все сделали то есть металлические рейки здесь нам не нужны были да ты серьезно издеваешься нужны были они блять так ладно ладно мост мы с тобой получается отремонтировали есть то есть у нас теперь проезд в порт считается открытым соответственно надо вернуться за бортовым прицепом за буровым оборудованием точнее сюда сюда здесь все время по прямой мимо сервисника развернуться и поехать обратно ну поехали давай только мы день сейчас с тобой включим сколько время 26 минут мы должны справиться почему нет ну только знаешь я еще что сделаю я наверное подтяну немножечко вот так вот с дороги уберу потому что мы будем буровое оборудование тащить нам что был было место для маневра все поехали отлично бензин мы зальем в малой цистерне скорее всего я не поеду на гэс он же гэс стейшн он же азс то бишь заправка мы потеряем время а в цистерне еще все равно много топлива мы на гэс стейшн отправим потом вездеход может даже я это за кадром сделаю просто чтобы он заправился так как он у нас спасатель сервисник поедет зальет хотя бы бензина в себя до отвала а так а там и так до отвала мы заезжали на гэс стейшн отлично еще 600 литров осталось еще 600 литров это у нас почти на 3 полных заправочки ну на две с половиной хрен с ним все разворачиваемся поехали главное сейчас аккуратно не спеша довести буровое оборудование у него высокий центр тяжести получается с буровым оборудованием опрокидывается просто на ура а если опрокинется то с этим краном возиться мне на самом деле нравится краном управлять ну 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 просто не так часто хотелось бы делать это редко на самом деле какое-нибудь задание именно крановщика а не то что ты едешь едешь хуяк с лоханулся и сиди вот этой вот стрелой туда-сюда управляй хочется не так чтобы лоханулся а чтобы по заданию это надо было ой вот здесь на буровом оборудовании здесь буровым оборудованием будет тяжело ехать здесь поворот из подъема сразу поворот блин а здесь весело будет я чувствую что будет здесь конечно веселье здесь у нас тонны грязи но это не страшно у нас есть понижайка и дифференциал ну чего то есть давай охренеть мы сами себе раскопали это песец я думаю что мы справимся еще как вариант нам может помочь что нам может помочь вездеход давай мы кстати поремонтируемся ладно раз мы тут оказались как это вот все теперь я могу с ним взаим не могу взаимодействие ну это мне надо наверное его прицепить ну ладно не буду тогда уже хрен с ним у нас есть еще вездеход если мы вдруг застрянем если мы вдруг перевернемся то опять же есть вездеход кстати на вездеходе можно будет этот сервисный прицеп забрать у него ремонтных очков поболее будет чем на вездеходе а еще надо вездеход довести в порт чтобы заправить нашего скаута так как у него с соляркой тоже хреново мы же туда без цистерны поехали я же туда целенаправленно ехал в надежде что там будет гараж а гаража естественно там не оказалось хотя там не писал об этом в комментариях но где-то я прошляпил а я понял почему я прошляпил потому что видео выходит допустим в одно время а ты можешь смотреть через день с опозданием то есть не сразу как видео выходит потому что у тебя тоже есть обязанности ты занимаешься работой семьей еще чем то появилось свободное время видосик посмотрел но я за это время уже как раз сел записывать новую серию поэтому иногда с комментариями получается такая шляпа что он как бы есть и он как бы полезный а я о нем ничего не знаю ну или узнаю уже чуть-чуть поздненько так это я присоединение прицеп есть это я поехал в порт давай маршрут себе сразу нарисую хотя здесь ничего сложного нет здесь повернуть направо здесь мы поворачиваем сюда здесь у нас поворотов нет здесь поворотов нет а ну и все в принципе поехали потихоньку а здесь опасно не будем разгоняться вот на мосту только не хватало еще груз потерять чтобы он вниз упал это будет вообще фиаско полнейшая блин камеру бы еще немножко назад отдалить давай 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 а очень плохо ему подниматься с прицепом которые к седлу цепляются знаешь почему потому что смотри мы на дыбы просто напросто встаем и я в этот момент не могу не поворачивать ничего толком сделать не могу это очень плохо поэтому я ненавижу подъемы с резким поворотом потому что там единственный способ повернуть это исключительно лебедиться за кое-нибудь дерево и тянуть туда грузовик соответственно угол поворота у прицепа будет очень максимальным и шансы перевернуться просто катастрофически велики ну что поделать по другому я не знаю как еще перевозить такие груза давай 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 я вот не помню это высокое седло у нас или низкое седло хотя одинаковые там и там будет все плохо ладно хрен с ним не будем гадать не будем гадать мы просто поедем выполнять задание мы все это время на понижайке с дифом едем чтобы не дай бог не начать застревать потом будет дорога получше будет асфальт естественно включим обычный автомат и попрем но с горки в любом случае будем с тобой включать понижайку я не хочу чтобы он разгонялся ну мало ли что чисто для подстраховки чтобы не получилось у нас горе беды куда 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 ну куда тебя несет блять вот тебе и позитивная волна человек перевернуться хочет да не надо крениться брат не надо это плохо это неправильно ты же понимаешь что я буду психовать у меня будет подгорать а у меня теперь за спиной висит поролон а вдруг он сгорит начнет гореть тоже от моего подгорания давай 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 блин здесь поворотик конечно такой себе такой себе так нет давай сюда это это для перестраховки чтобы радиус поворота у нас был побольше это все из-за того что у нас передние колеса задираются от прицепа так аккуратно едем аккуратно вот это я еще поворот боялся но здесь хорошо здесь уже прицеп заехал в горку здесь мы можем управлять поворотом как не как а немножко это получается так я немножко приближаю во вот здесь будет уже плохо наверное с поворотами у нас нет нормально нормально так пошел асфальт я наверно делаю автомат вот ненько давай 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 мчи братишка только не сильно чтобы я мог тебя контролировать что такое что такое тяжело? Ты справишься. Давай, дядя Бен, ты справишься, я в тебя верю. Это последняя вроде грязь. На первую. И поехал. Все, хорошо. А не, не хорошо. Там еще будет пару поворотов. Тихо, 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 ты чего? Это так не надо делать. И так очень опасно, страшно. Так, это тоже не очень такой поворот. Контейнер весь побитый, просто в лохмотье. Хорошо, что здесь, кстати, груз не бьется. Может, если бы здесь был бы еще хрупкий груз, или если бы он, в принципе, бился, то было бы вообще все печально. Здесь я на понижайке, пожалуй, спущусь. Все, сейчас управление потеряю. Все, у меня нет управления. Нет управления. А, нет, лебедка есть. Все, есть управление. Отлично, отлично, отлично. Я как этот человек-паук, блядь. Давай, съезжай, автоматик. И уже можно, по идее, нормально ехать. Так, ладно. Здесь мы с тобой смогли. Сейчас, возможно, камеру будет глючить на этом мосту. А, не, нормально, она лечит через текстуры. Так, тут немножко грязи. Но не то чтобы сильно. Так, для разнообразия присутствует, судя по всему. Да, потому что она даже не глубокая. Ну, блин, опять подъем. Опять мы будем терять сцепление. Ага, за что бы нам лебедиться-то? За что нам лебедиться при повороте налево? Ага. Есть, отлично. Блин, ну лебедка, конечно, спасает. Здесь еще, по-моему, кстати, удлиненная лебедка стоит. Я не помню. Либо на флитстаре, либо на тяжелом грузовике мы с тобой ставили удлиненную лебедку мощную. И она так прямо и называется. Мощная. Поэтому у нас должно быть все по красоте. По-моему, на флитстаре. Так как это у меня основная трудовая сила на данном этапе. Так, вообще грузовик, слушай, классный. Мне кажется, после полной прокачки можно на нем всю игру пройти. Давай, братишка, жги. Я могу, кстати, скаута вытащить с порта. Просто-напросто взять на буксир его. По идее. Мне ничего не мешает взять его на буксир. Но у него топливо закончится. Ну и что? Этот грузовик особо не будет чувствовать какой-то нагрузки. В порту нам делать больше нечего. Это посмотрим сейчас, что у нас по контрактам. Поворот. Аккуратненько. Нормально едем. Все. Это уже финишная прямая. Ну, получается, днем мы выехали, да? И под вечер мы с тобой приезжаем. 40 минут, а мы с тобой и мост починили, и это... Тихо, тихо, тихо! Тормози, тормози, тормози! Не надо так, не надо так гнать. Еще и один из контрактов выполнили. Потому что это не поручение, нифига. Это уже полноценный контракт. Это сюжетная миссия. Так, я полный привод отключаю. Он нам здесь больше не нужен. Вот эту байду, мне кажется, придется тащить хрен пойми куда. Так, управление грузом. Е-е-е-е-е, бой! Так, хорошо, хорошо, утерянная посылка. Себе оставь эту утерянную посылку. Хаски-форвардинг готова, стил-ривер готова, дайсон-дизель. Убираем хлам. Мне надо строительную платформу, вот она, естественно, отвезти Смитвиллскую дамбу на буровую площадку. Дальше металлические рейки. Отвезти в Смитвиллскую дамбу, но они также в Смитвиллской дамбе. У нас с тобой есть, и буровая установка. А что за буровая установка? Еще одна. Есть строительная платформа? Это вот эта. А буровая установка, где ее брать? Она здесь потом появится или где? Утро-день. Так, 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 подожди. А я не смогу взять, у меня же тут низкое седло, по-моему. Я сейчас не смогу это забрать. Это придется ехать в гараж, либо ехать сюда на Пацифике. А на Пацифике у нас уже кран стоит. Прицеп слишком далеко. Так, подожди, прицеп слишком далеко. Ну да, ладно, согласен. Но он, кстати, не написал, что неподходящее седло. Прицеп слишком далеко? Как? Да не, это просто седло неподходящее, сто процентов. Потому что вот, я вот прям стою, вот прям-прям под этой штуковиной стою. Да, не подходит, блин. Жалко, обидно, досадно. Жалко, обидно, досадно. То есть надо ехать на Пацифике, на Пацифике. Заглушить. А где у нас Пацифик с тобой? Он у нас, по-моему, в Светвилдской дамбе стоит прямо в гараже. Так, магазин прицепов нет. Въезд в гараж. Можно мне в гараж пожелать? А, нет. Блин, крана. Стоит мне тогда кран с собой брать? Может мне кран тогда снять? Мы сейчас далеко находимся. А, так а мне в любом случае, мне же седло надо. Мне в любом случае надо седло, поэтому, как ни крути, придется мне брать высокое седло. А, высокое седло вот это непосредственно и иного у нас с тобой ничего нету, да? Шины у нас стоят самые большие. Лебедка удлиненная, тяжелая, запасное колесо, но получается так. Поехали, что поделать там? Что поделать? Так, это мы сюда-сюда. Ебать, конечно, нам пилить до острова Драмонт. Просто охереть не встать. Ну, давай попробуем хотя бы за эту серию до острова Драмонт уж доехать. И у нас остается последний контракт, который будет нифига не легкий. Но, опять же, замечу, наверное, знаешь что? Вообще хорошо, что мы туда поехали на Флитстаре в порт. Потому что, смотри, мы с тобой сейчас едем на Пацифике, забираем там вот этот самый тентованный прицеп, который он самый. Так, подожди, Дайсон Дизель, убираем хлам, принять, следить. Вот буровая установка, вот где-то буровая установка. А, это здесь. Это здесь. Так вообще хорошо, смотри. Металлические реки тоже, они здесь в самом начале. Смотри, вообще идеально получается. Мы с тобой делаем что? Мы с тобой на Пацифике. Сейчас едем, забираем этот тентованный прицеп, отвозим его на буровую установку, переключаемся на Флитстар. На Флитстаре забираем тот прицеп, который у нас с тобой был. Едем обратно к острову, через остров Драма, на Смитвилскую дамбу, через мост, через хорошую дорогу. Там мы едем с тобой, выезжаем только-только на Смитвилскую дамбу, заезжаем в склад. Берем сразу же с тобой вот эти вот металлические реки, они же самые офигенные. Грузимся ими, едем на буровую площадку. После этого мы с тобой телепортируемся к вездеходу, эвакуируем его. Нет, нет, либо вездеход, или Пацифик, или Флитстар, не важно что. Просто-напросто эвакуируем его. Рядом с гаражом мы тогда грузимся с тобой буровой установкой. И все. И все. Отвозим на буровую площадку и шито-крыто. И мы вообще красавцы-мальчики, мы сделали, получается, весь Мичиган. То есть у нас получается вот эта серия и еще одна. Все. Блин, класс. Все, огонек прям заиграло. Промчали-поехали. Да, главное сейчас нигде не лохануться. Если все сделать правильно, то у нас вот эта серия и следующая, и все. И Мичиган мы с тобой закрыли. Но там уже дальше не знаю. Там уже дальше не знаю. Да, ж, 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 ж. Как-то он медленно... А если на полном приводе побыстрее поедешь? Хотя с херами он на полном... Вот. Что у меня за мысль? Почему на полном приводе у него должна была увеличиться максимальная скорость? Откуда у меня такая мысль? Не понимаю. Так, вот здесь аккуратно. У меня здесь один раз машина забаговалась в текстурах. Я чуть-чуть не докрутил руль или перекрутил, я не помню. Колесо перевернулось через этот забор, перепрыгнуло и застряло в этом заборе. Было очень неприятно, обидно, досадно, но ладно. Нет, металлические рейки. Единственное, что везти в принципе ехать на буровую площадку, это не очень удобно. Почему? Потому что именно вот это вот все, зебра, 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 зебра. Было бы лучше. Ха. Ха. Есть идея. Я не уверен, что она получится. Ну ладно, в следующей серии посмотрим. Она, конечно, такая себе, эта идейка. Но просто если она выгорает, то это будет просто супер. Так, мы здесь срежем. По идее, там сделать всего одну петелечку. Потому что у нас 48 минут, я не уверен, что мы успеем доехать. Вообще, знаешь что, давай я сейчас за кадром поеду уже непосредственно до острова Драмонт. Почему? Потому что это обычная дорога, мы пустые, ничего тут явно не случится. Ну а ты пока что подписывайся, если интересненько. Жду тебя в комментарии. Ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И до новых игр.